Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый наш понедельник, в прошлой нашей передаче мы поговорили о таком явлении, как русский исход, о русском зарубежье, поговорили о том человеке, который находился на расстоянии одного, ну максимум двух рукопожатий от тех людей, которые когда-то в далеком начале XX века уехали из страны, уехали под страхом смерти, уехали в качестве несогласия с тем курсом, которое выбрало на тот момент современное государство, уехали потому, что были и в том числе несогласны с тем, каким курсом развития развивалось для них родное государство. Но и в том числе говорить о русском исходе в отрыве от контекста всей исторической той эпохи было бы неправильно. Поэтому мы сегодня встретились вновь с нашим гостем, с отцом Алексеем Турловым, доктором богословия, учившимся некогда в Свято-Сергиевском Парижском институте, для того, чтобы продолжить разговор, начатый в прошлый раз. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Отче, у нас сейчас, когда ведутся какие-то богословские полемики, ведутся какие-то дискуссии, когда просто ведется какой-то разговор, например, на приходе между людьми, между священником и людьми, между братьями и сестрами, очень часто мы видим такое интересное явление, когда заканчиваются какие-то аргументы у спорящих по каким-то вопросам, и когда тот, кто чувствует себя в несколько проигрышной, может быть, позиции, когда у него не хватает этих самых аргументов, заканчивается любой диалог, фраза, да ты обновленец. Когда то, что ты говоришь, ты модернист, и с тобой общаться не нужно, и так далее. То есть это попытка поставить точку на дальнейшем диалоге, и разойтись в разные стороны. Очень часто в лагерь обновленцев, в лагерь модернистов записывают, мне иногда кажется, совершенно случайно попавших туда людей, людей, которые, может быть, несколько более живыми вопросами в церкви задаются, и они, может быть, даже иногда ничего не утверждают, они просто вопрошают к церкви, и не находя каких-то вопросов, но сам этот вопрос становится индикатором какого-то якобы обновленчества, модернизма, либерализма, и все это как бы тождественно, все это ставится через знак равенства. Вот мне бы хотелось, чтобы мы к этому вопросу подошли, условно говоря, в третьей нашей передаче. Сегодня нужно, в принципе, разобраться с таким явлением, как обновленчество, а в прошлый понедельник мы сказали, что вы являетесь специалистом, ну, по крайней мере, для Самары в этом вопросе, потому что и защищенная докторская, и в целом желание поехать в Париж было как бы ознаменовано интересом к этой теме, делает вас специалистом по этому вопросу. Давайте для наших телезрителей все-таки проясним, что у обновленчества как явления есть какие-то, во-первых, а, корни, то есть историческая подоплека какая-то есть у этого явления, б, есть какие-то сущностные характеристики, то есть по которым, скажем, человека, не знаю, в 22-м году мы могли сказать, что он обновленец, а это не обновленец. Одним словом, давайте вот как-то это явление сделаем таким выпуклым и понятным через погружение в историю. Кто же такие обновленцы? Тем более, что есть, насколько понимаю, разница между обновленцами дореволюционными и обновленцами, которые уже, собственно говоря, явили себя после революции. Давайте расскажем и покажем, может быть, для наших телезрителей. Отче, вы уже начали за меня отвечать на этот вопрос. Действительно, есть существенная разница между обновленцами дореволюционными и после революционными. И это отмечают ведущие историки Русской Православной Церкви, и это отмечают те исследователи, которые занимались этим явлением. Так что, когда мы смотрим в дореволюционный период, мы видим там группы, отдельные группы людей, часто искренне озабоченных какими-то нестроениями в церковной жизни. Таковые тоже случались нестроения. Мы понимаем, что не все было идеально. Ведь не зря же, например, отец Иоанн Кронштадтский говорил о том, что люди, к которым он шел с проповедью, зачастую, хотя и крещены, но не просвещены. То есть до них еще вот Слово Божие и вера Христовая как будто бы еще не дошла. Они живут и требуют еще просвещения, которое им отец Иоанн Кронштадтский нес. Но надо сказать, что эти проблемы волновали многих людей начала 20 века. И если мы посмотрим, то в начале 20 века начинают... Прошу прощения, я прошу прощения, что перебиваю. Можно конкретизировать, какие именно проблемы? Вот до революции волновались вот этот круг. То есть что именно не устраивало? Что рассматривалось в качестве, ну, скажем, изъяна внутри церковной организации жизни? Я бы предложил этот разговор перенести на третью передачу, где мы хотели, по-моему, говорить именно о реформах. А сейчас все-таки мы, наверное, больше на историческую как бы поскольку. Ну, хорошо, хорошо, простите, да. Вот. Если мы посмотрим, в начале 1900-х годов начали собираться сначала на квартире у Аксакова определенные люди, интересующиеся вопросом того, что вот в церкви можно было бы изменить и нужно ли что-то менять. Дальше мы видим, что в Санкт-Петербурге начинаются религиозно-философские собрания. Это, в общем-то, было целое явление в русской культуре, когда собирались люди, представители как образованной интеллигенции, так и представители духовенства и профессуры академической встречались, обсуждали самые разные животопечущие и наболевшие вопросы. И, кстати, председательствовал на этих собраниях будущий патриарх Сергий Страгородский, который тогда еще был епископом. И эти собрания протоколировались, их заседания и протоколы даже опубликованы. Дальше нужно обратить внимание на то, что даже священноначалье Русской Православной Церкви озадачилось тем, что есть какая-то потребность в каких-то реформах в церковной жизни. И были опрошены епархиальные архиереи на предмет того, что бы они рекомендовали сделать в церковной жизни, в церковном устроении. Это были собраны отзывы епархиальных архиереев, они тоже опубликованы. И, собственно говоря, работало предсоборное присутствие, которое тоже собирало различные варианты и рассматривало варианты того, что надо бы в церкви изменить. Поэтому вопрос, скажем так, висел в воздухе. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, надо понимать, что церковь, она все-таки сильна традициями. И вообще так вот просто брать и менять церковный строй, конечно, никто бы не решился. Но там же, насколько я понимаю, справедливости ради надо сказать, что менять церковный строй-то особо никто и не собирался в его фундаментальных каких-то вещах. Было желание организовать определенным образом внутриобщинную, внутриприходскую какую-то жизнь. Совершенно верно. То есть оживить жизнь молитвенную в том числе. Вернуть мирянам статус, собственно говоря, членов церкви. Потому что до определенного момента миряне, опять же, наделенные самим словом, миряне, как будто бы люди мира, да, то есть они были как бы не при делах. И, собственно говоря, чем восхищает та громадина, которую бы мы назвали Архиерейский собор, так это тем, что помимо епископата, помимо духовенства, священства, в этот Архиерейский собор, для того, чтобы услышали голос не только их, но и голос других людей, которые просто приходят в храм, были приглашены те, кого мы принято называть мирянами. Ну, то есть здесь же нет желания именно переиначить все и вся. Или я не прав? Вы не только правы, вы даже за меня ответили. Вы прямо таки развили и продолжили мою мысль. Действительно, не обсуждался вопрос каких-то коренных перемен. И надо сказать, что даже те перемены, которые планировались, они планировались в каноническом русле. То есть если бы это все происходило спокойно, естественно, соборным решением, согласованием с епархиальным начальством, то это и не вызвало бы тех проблем, которые это вызвало тогда, когда это стало делаться неканонично, когда это стало делаться против воли большинства прихожан, что делали уже послореволюционные обновленцы. Но это мы немножко забегаем вперед. Так вот, собственно говоря, к сожалению, собор 17-18 года, как мы с вами знаем, он вынужден был быстро свернуть свою работу. Дело в том, что на собор было вынесено много различных программ и много было поставлено вопросов. Надо сказать, что несмотря на то, что, например, Александр Веденский был личностью довольно-таки своеобразной, все-таки в дореволюционный период он оставался каноническим священником Русской Православной Церкви. Я думаю, очень надо для наших телезрителей, особенно которые не смотрели, может быть, прошлый наш диалог, пояснить, кто такой Веденский, потому что для многих это просто имя. Да, вот как раз сейчас я кратко о нем скажу. Это был священник, известный петербургский священник, настоятель храма Захария или Совет, который практиковал у себя некоторые богослужебные такие новшества. Он использовал русский язык за богослужение, но он на это брал благословение епархиального начальства. Это ему было разрешено в качестве эксперимента. И больше того, ведь вопрос перевода на русский язык, в принципе, стоял одним из вопросов архиерейского этого собора. Действительно, вопрос стоял, но вопрос этот чрезвычайно деликатный. Надо понимать большую деликатность вот этого вопроса. То есть мы, когда просто начинаем что-то менять необдуманно, мы должны помнить о всех наших прихожанах, о всей нашей пастве, а не идти в угоду за требованиями какого-то узкого круга, может быть, иногда, и даже весьма влиятельного. То есть ведь кто в основном настаивал на обязательном введении русского языка, это в основном околоцерковная такая интеллигенция, которая зачастую находила себе оправдание в том, что она не ходит в церковь, потому что вот мне непонятно, вот если бы там служили на русском, то я бы, конечно, ходил. Кстати, вы знаете, эта реплика до сих пор звучит. Этот аргумент я часто слышу и сейчас. Вот если бы у вас служили бы на русском, то я бы ходил, а так у вас все непонятно. На самом деле вопрос о непонятности старославянского языка, я бы сказал, он очень сильно преувеличен вот в этой среде. То есть в церковной среде эта проблема, на самом деле, она не имеет такой остроты. Вот в околоцерковной среде он часто преувеличен, потому что если прочитать этому человеку то же самое послание апостольское на современном русском языке, степень понимания будет не намного выше, чем на старославянском, потому что к пониманию посланий иногда тоже нужно иметь некое привычное такое воспри... То есть нужно иметь привычку воспринимать вот эти вот церковные тексты. То есть тот человек, кто сам их читает, кто постоянно развивает себя, ведь, в принципе, любой христианин должен постоянно читать Новый Завет. Отче, я вас перебил с Александром Веденским. Все совершенно верно. Возвращаемся к Александру Веденскому. И он встал впоследствии во главе обновленческого раскола. Не сразу, но он был одним из самых активных обновленцев. Но он пошел по пути неканоническому. Вот что страшно. Во-первых, он был одним из членов той группы, которая обманным путем захватила церковную власть. Они, воспользовавшись тем, что патриарх Тихон был в тот момент под стражей, дело было уже после революции, то есть собор уже прошел, собор избрал патриарха, собор вынужден был срочно прекратить свою деятельность из-за того, что волнения шли. В Москве уже были столкновения и реальные уличные бои. И патриарх, избранный собором, столкнулся с беспрецедентным давлением на него советской власти. А в 1922 году уже начался процесс над патриархом. Патриарх был сначала заключен под домашний арест на патриаршем подворье, а после этого он был из подворья вывезен и помещен в Донской монастырь под стражу. А после этого он даже какое-то время пребывал и в тюремном заключении. Так вот, в самом начале, когда патриарх еще только был привлечен на процесс по обвинению в антисоветской деятельности, и в первую очередь в сопротивлении изъятию церковных ценностей, вот в этот момент допущены к нему были инициативные обновленцы, в том числе в Веденске еще несколько человек, которые, придя к патриарху, мотивировали его на подписание акта передачи церковной власти в адрес другого архиерея и мотивировали это тем, чтобы, пока он в заключении, церковь не оставалась без управления. И патриарх действительно написал письмо, в котором он передавал церковную власть, но не обновленцам, а митрополиту Агафангелу. Обновленцам же, вот этим священникам, которые пришли к нему, вот этой группе священников, он разрешил временно открыть канцелярию. А вот этот термин обновленца, он уже существовал? То есть этим термином апеллировал патриарх Тихон? Или это просто было на уровне... Патриарх Тихон не апеллировал. Термин обновленец, это все-таки термин народный. Еще в народе их называли живцами. Живцами? Да, от слова «живая церковь». Дело в том, что вот когда уже произошел обновленческий раскол, то есть вот после тех событий, про которые я только что сейчас говорю, фактически вот эта инициативная группа, мы их все-таки будем называть обновленцами, она захватила фактически канцелярию патриархии и объявила себя законными преемниками, получившими власть якобы напрямую от патриарха Тихона. То есть несмотря на то, что власть передана была не им, а митрополиту Агафангела, митрополит Агафангел хотя об этом и знал, но вступить в управление церковью не смог, так как большевики не дали ему приехать в Москву, а обновленцы интерпретировали этот акт как передача дел им и объявив себя законными преемниками патриарха Тихона начали проводить церковь реформы. Причем в первые несколько месяцев многие епархии просто даже сами не знали, что обновленцы действительно захватили незаконно власть. Но уже в течение буквально первых двух-трех месяцев все разобрались и все приняли решение. Большинство епархий и большинство приходов от обновленчества отшатнулось уже в первые несколько месяцев. А после того, как патриарх был выпущен из-под ареста, патриарху пришлось пережить тяжелые дни, находясь под арестом. Огромный прессинг, угроза быть просто расстрелянным над ним висела. Но патриарх пошел на то, что он объявил официально, что он советской власти не враг. Вот с этих слов его воззвание начиналось, что я советской власти не враг. То есть он объявил о лояльности советской власти, и после этого он был выпущен. Как он сам объяснял, что он считал на тот момент, что обновленцы уже захватили большую часть церкви. Уточняющий вопрос. Все-таки разница между обновленцами дореволюционными и послереволюционными, она, условно говоря, одни и те же люди, то есть они хотели все-таки благо для церкви, или же вторая категория обновленцев хотела благо для себя. То есть вот зачем она и эта власть, собственно говоря, была нужна, для чего, чего они хотели реализовать. И, собственно говоря, вот реакция простого люда на местах, когда они начинали узнавать про обновленцев и что обновленцы захватили власть, а что именно их смущало вот в самом акте захвата? Что их всех заставляли, условно говоря, на что-то перейти, на какой-то новый обряд. Слушайте, на первом этапе, когда обновленцы уже начинают существовать как раскол, отколовшийся от церкви, то есть с мая 22-го года, действительно в обновленцах оказались люди как идейные, так и те, кто хотел личных благ. И вот основная инициативная группа состояла как раз из второй категории, вот про которую вы говорите. Начнем с того, что они это все делали под диктовку ОГПУ. Да, но это уже исторический факт. Это известный исторический факт. Им был открыт зеленый свет. Вы представляете, Патриарх Тихон находится под арестом, к нему никто не может войти, он не может выйти, и вдруг к нему чекисты пропускают этих обновленцев, которые с единственной целью пришли, чтобы у него обманом выманить хоть какую-то бумагу, которую можно потом интерпретировать в свою пользу. После этого патриарха сразу увезли и изолировали. То есть вот этот весь процесс захвата церковной власти, ведь был разработан в ОГПУ, Троцкий предложил использовать внутрицерковных вот этих вот элементов, тех, кем можно было бы управлять, для борьбы с самой же церковью. То есть бороться с церковью руками такого управляемого и послушного духовенства. И вот, собственно говоря, вот эта группа людей, которая пришла тогда к власти, в основном из таких и состояла. Да. Хотя на местах среди обновленцев встречались люди, которые искренне поверили в эту идею и пошли. Но, вы знаете, процесс, потом пошел лавинообразный процесс отката от обновленцев. Кстати, забегая немножко вперед, все-таки я хочу обратить внимание на то, что более чем 90% обновленцев в конце концов вернулись в Русскую Православную Церковь. Этот процесс был долгим, закончился он только в конце Второй мировой войны, но, тем не менее, осталась только небольшая группа людей вокруг Александра Введенского. Александр Введенский сделал попытку возврата в Церковь, но так как он попрал массу церковных канонов, он нарушил правила, многие соборные правила, в частности, например, он, будучи женатым, был возведен обновленцами в епископский сан. Мы, конечно, не признаем эту хератонию, но, тем не менее, обновленцы потом допустили ему еще и разводиться и жениться вновь, а потом еще раз, то есть он три раза вступал в брак, при этом второй и третий раз он вступал уже, будучи в священном сану, то есть он попрал огромное количество канонов. Я хочу отметить, что по канонам духовенство православной церкви делится на две составляющие, на два раздела, белое духовенство, черное духовенство, белое – это, соответственно, женатая, и, ну, если говорить канцелярским таким сухим языком, у белого духовенства карьерного роста быть не может, то есть, условно говоря, белое – священник, женатый священник, максимум, что может быть, чего может достичь, это быть там метрофорным протеереем, с правом там служить с открытыми царскими вратами литургию и так далее. Епископат целиком и полностью состоит из черного духовенства, то есть из монашествующих, и обновленцы, собственно говоря, по-моему, до революции, поправьте меня, если я ошибаюсь, они до революции выступали с такой инициативой – разрешить епископату быть женатым. Или это исключительно обновленцы? Собор это не обсуждал, и такая инициатива не выносилась на соборное обсуждение, хотя в чьих-то умах она, конечно, жила. Наверняка такие люди были, потому что, когда уже обновленцы пришли к власти, одно из первых их деяний, уже будучи в расколе с основной частью Русской Православной Церкви, они у себя как раз отменили вот это правило об монашествующем епископате. И у них началось массовое рукоположение женатых священников-епископов, у них стало разрешаться для священников разводиться и жениться и второй, и даже третий раз. И вот это все привело к тому, что, поправ массу канонических правил и норм, они вызвали в результате отток верующих и мирян из церквей. Вот обновленческие церкви, как вспоминают свидетели того времени, стояли полупустыми. Даже храм Христа Спасителя, который они захватили, они его действительно захватили с помощью, конечно же, советской власти, он страдал от того, что там даже не хватало денег от кружечного сбора на поддержание храма в порядке. Например, росписи храма Христа Спасителя начали облупляться, осыпаться еще... А куда ушли люди? Ну, вот те, которые... Люди остались в верной Тихоновской церкви, то есть православной церкви, церковь возглавляет патриархом Тихонов. Просто, насколько я понимаю, храм Христа Спасителя – это некий такой смыслообразующий, по крайней мере, центр московской общины. Куда они ушли, в каких храмах они собирались? В тех храмах, где были необновленцы. Ага, ну, центром был какой-то храм, где вот считается, ну, как бы, на место храма Христа Спасителя есть какое-то место, которое встало, ну, будем называть, кафедральный собор необновленцев? Или это было... Ну, первоначально это было сплочение вокруг патриарха Тихона, в первую очередь. То есть там, где патриарх, там и, собственно, церковь. Собственно говоря, почему их и называли Тихоновцами. Вот. И, собственно говоря, еще на что стоит обратить внимание. Вот как вы спросили, как люди определяли обновленцев? Так вот, обновленцы, они одно из первых своих деяний, которые они совершили, это была массовая русификация. Причем русификация была сделана быстро, необдуманно, тексты часто были не очень хорошими. И люди, прихожане сразу, когда слышали, что служба на русском языке, сразу говорили обновленец, обновленцы. То есть это был такой отличительный знак. То есть даже зайдя в храм и не зная, кому он принадлежит, прихожанин... По чьей юрисдикции находится. То есть человек мог узнать, что это обновленческий храм, сразу услышав службу на русском языке. И поэтому в народном сознании надолго закрепилась прямая ассоциация между богослужением на русском языке и обновленчеством. Вот это, кстати, то, о чем вы говорили, почему ярлык обновленца очень легко вешается. Отец Алексеевич, на сегодня время наша передача подходит к концу. Но мы в следующий раз встретимся, я думаю, мы еще вернемся к проблематике того, чего мы недосказали. Понятно, что за скобками сегодняшней встречи осталось многое невысказанным, несказанным. Но я думаю, что мы продолжим конкретизировать и уточнять в следующей нашей встрече. За сегодняшний очень насыщенный и фактами, и размышлениями диалог я вас сердечно благодарю. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Напомню, что следующая передача будет посвящена очень важному вопросу. Есть ли обновленчество сейчас? И если оно есть, то как в него не попасть? Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok